Рождество Христово – один из самых семейных праздников в году. После встречи торжества в храме и семейного застолья дома продолжать празднование можно и под открытым небом. Благо, возможностей предостаточно. От выезда на природу до участия в конкурсах и концертах, организованных в городах. О московском празднике на Поклонной горе рассказывает Алексей Пименов. В Москве одним из центров праздничных мероприятий в честь Рождества Христова стала Поклонная гора. Организаторы праздника сделали многое, жаль на погоду повлиять не смогли. Дождь идет, а это мне не очень нравится. Кроме дождя со снегом и лужами под ногами, чего там только не было. Большой вертеп, две сцены, на которых пели и плясали герои минувших дней и старины глубокой. А еще персонажи из узких народных сказок, а еще целый оркестр Дедов Морозов. Все желающие могли принять участие в шествии под флагами христианских заповедей и сделать много еще чего интересного. У нас были разные конкурсы, мы в них могли поучаствовать. Но праздник на то и праздник, чтобы подарки и поздравления можно было получить не только участвуя в праздничных конкурсах и соревнованиях. А поскольку у меня сестра очень маленькая, ей три годика, и поэтому я сшила ей сама сапожок и положила туда шоколадку. Ну, я сестре пожелала, чтобы у нее все было хорошо, счастья и радости ей. И посвятила ей стишок. Чтобы было много здоровья, много счастья, чтобы все, те, кто ходят в школу, были, все хорошо учились, и чтобы много денег, когда работали. Подарки и пожелания – приятное дополнение, но не главный смысл праздников, будь то Новый год или Рождество Христово. Мне больше всего нравится ощущение праздника. А для этого подарков и поздравлений явно мало. Что же нужно, чтобы чудо праздника осуществилось? Чтобы оно вошло в души и сердца людей. Главное – верить в это, наверное. И все? Да.